Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как перестать сравнивать себя с другими людьми? Вообще, сравнивать себя с другими людьми порой полезно, вот. То есть это не всегда, знаете ли, плохо, вот, сравнивать себя с другими людьми. Но, если ситуация как-то зашкаливает, ну, есть вот такое ощущение, да, у вас, например, что зашкаливает ситуацию со сравниванием с другими людьми, то я бы сказал, в этом смысле, я бы сказал, наверное, следующее. Я бы сказал, что вы довольно плохо ориентируетесь на свои интересы. Вот что я бы сказал здесь. То есть проблема, вот, когда человек начинает сравнивать себя с другими людьми, он игнорирует, значит, свой интерес, он себя снова игнорирует. Вот, значит, вам нужно поискать в себе, именно в себе, поискать опору внутреннюю. Вот. То есть, что это, ну, что это такое? Вот. О чем мы говорим, когда говорим про опору, да? Ну, во-первых, мы говорим про, наверное, ваши ценности. Вот. Мы говорим про то, что вам ценно и важно. Это первое. Второе. Второе, про что мы говорим, это мы говорим про ваши приоритеты. Вот. Мы говорим про это. То есть мы говорим про то, что вы сами сами для себя определяете, как вот, ну, как первое, первоочередное что-то, да? Вот. И последнее, наверное, о чем можно сказать, это про ваши чувства. Про такой вот своего рода внутренний регулятор. Регулятор. Если можно так выразить. Вот. Когда человек через вот как раз этот самый внутренний регулятор, то есть через свои чувства, вот, показывает. Показывает. Узнает. Понимает. Что ему хочется, а чего нет. Вот. Что ему нужно, например. А что нет. Ну, а что нет. Вот. Вот. И таким образом осуществляется вот этот вот. Ну, вот эта регуляция таким образом реализуется. Вот. И, собственно, энергии, энергии для того, чтобы сравнивать себя с другими людьми просто не остается. Дальше. Постоянно ловлю себя на мысли, что я не как все люди нестандартно у меня все складывается. Ну, я вам верю. Вот. Я верю вам верю, верю в то, что действительно у вас вот, ну, может не все складывается. Стандартно стандартно. Я верю вам. Но хочу, чтобы вы тоже помнили об этом, что это может быть вообще-то. Это может быть интересно. Вот. Это может быть интересно. То, что у вас, как вы, ну, как вы говорите, не складывается все, ну, складывается все нестандартно. Вот. То есть в этом может быть определенный шарм. Я бы так сказал. Вот. Конечно, тут есть свои моменты. Вот. Тут есть свои особенности, но тем не менее. Дальше. Может потому, что я творческий человек-художник. Ну, да. Давно известно, что творческие люди, они действительно видят и воспринимают все очень-очень по-своему, очень-очень нестандартно. Вот. Выражаясь, ну, выражаясь, вот, вашим языком. То есть абсолютно нормально, что так происходит. Другой вопрос. Другой вопрос. Другой вопрос. Как именно складывается? То есть нестандартно, это как? Это очень интересный момент. Ну, и понятно, что если вы художник, то сравнивать себя с кем-либо, да, наверное, было бы не совсем корректно. Вот. Ну, просто потому, просто потому, что есть люди творческие, если нет, у творческого человека свои потребности, у человека нет творческого свои. Вот. Дальше. Идем. Значит, так. Например, у многих в моем возрасте уже есть семья-дети, у меня еще нет. Ну, да. Это абсолютно нормально. На мой взгляд, абсолютно, абсолютно нормально. Нормальная история. То, что у вас нет, ну, то, что у вас нет семьи. Вот. Скорее всего, вы ориентированы немножко на другую. Вот. Скорее всего, вы ориентированы немножко на другие вещи. Сейчас. Ну, сейчас и вообще. Вот. Другое дело, что вы можете испытывать стыд из-за этого. Вот. Опять же, потому что не прислушивайтесь к себе. Дальше. Я поздно закончил учебу в 23 года, только были проблемы со здоровьем. Феденческие, феденческие года и после. Вот. Ну, вы торопитесь в данном случае. Вот. Об этом вам сказал мой коллега. То есть почему-то вот нужно вам, что называется, успеть. Вот. Что будет, если вы не успеете? Вот. Это вопрос, на который очень важно, на мой взгляд, как раз таки ответить. Что будет, если вы не успеете, куда вы спешите? Вот. Это очень, очень важный момент здесь. Очень много сил и времени уделяло параллельно этому, а также учебе и своей профессии. Ну, то есть, вообще-то вы здесь демонстрируете упорство, вы здесь демонстрируете трудолюбие, вы здесь демонстрируете настойчивость. Вообще-то, да, вы здесь демонстрируете, как бы, ну вот, довольно-таки серьезные, сильные личные качества. Свои, я имею ввиду, свои сильные качества, вы здесь демонстрируете. Вот. Поэтому я думаю, что на это, в том числе, вам нужно обратить свое внимание, как минимум. Я думаю, что вы демонстрируете очень мощные качества. Вот. Вы молодец. Вот что я хочу сказать. Потому что далеко не каждый человек смог бы сохранить вот. Ну, стремление к тому, чтобы при болезни, да, заниматься тем, что ему нравится. И плюс еще, вот, учиться, ну, учебе. Учебе уделять внимание. Вот это, конечно, очень и очень восхищает. Дальше. Относительно поздно пошла работать, потом по специальности. Понимаю, что все индивидуально в жизни, у всех выпущено. Бывает такое, что ощущение, что я опаздываю, когда другие уже успели, когда другие все уже успели. То есть в мои годы хочется иногда быть как все, чтобы не выделяться из окружающих. Тут у нас стыд есть. То есть это, это стыд. Ну, ну, ваш. Вы стыдитесь. Вы стыдитесь. Вы стыдитесь. В стыдитесь себя, к сожалению. С фиром, на мой взгляд, можно и нужно работать, потому что это определенно подавленные эмоции, определенные подавленные впечатления, определенные подавленные импульсы, в результате чего возникает вот это вот самое чувство всегда, поэтому тут надо тоже смотреть. Это то, что я могу вам сказать. Значит, в целом ваш текст больше про психотерапию, то есть, ну, запрос у вас, вот, запрос на психотерапию, на мой взгляд. Соответственно, если вам это интересно, то мы можем помочь, вот, мы можем помочь вам в психотерапии, конечно, помочь и решить ваши, ну, ваши проблемы. Как-то простого же, простого же решения на мой взгляд не существует, вот, простого решения нет. Ну, к сожалению или к счастью, ну, его нет. Поэтому только вам решать, вот, как вы будете и будете ли вы распоряжаться вот теми знаниями, которые получил, ну, то есть, вот, я имею ввиду информацию, которую вы получили. Вот. Ну, надеюсь, что распоряжитесь ли ее так, как вам этого хочется. Отдельно мне бы хотелось, наверное, сказать, что для творческого человека, какой-нибудь выявляете, есть свои нюансы, вот, в контексте психотерапии, вот, в том смысле, что он, ну, на мой взгляд, очень важно сохранить ваш такой вот творческий потенциал, вот, чтобы вы его не потеряли, чтобы вы его не потеряли, не обесценили, вот, чтобы вы продолжали им наслаждаться, чтобы вы продолжали действовать, вот, так, как действуете, ну, как действуете. Вот, это очень важно. То есть, цель психотерапии здесь, конечно, должна быть предельно аккуратной, чтобы вам не навредить. Вот, на мой взгляд, опять же. На этом все. Я надеюсь, что это было вам интересно. интересно, я надеюсь, что вам, что вам это было полезно. Я буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой и сформулировать для себя, базовые постулаты для психотерапии. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Продолжение следует... Продолжение следует...